Привет всем стратегическим жеужикам, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и пришло время сделать обзор и рецензию на игру Crusader Kings 3. Всего-то несколько месяцев с момента выхода прошло. На всякий случай заранее отправляю вас всех к моему видео «Почему я не люблю стратегии от Paradox Interactive», ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, а теперь конкретно по герою этого видео. Если в двух словах, то мне больше всего нравится описание Crusader Kings 3 как «семсы» для взрослых любителей истории, потому что на самом деле эта игра не про захват территории, не про развитие своей империи, а про создание династии. И больше времени вы будете проводить за развитием ваших правителей и его детей, чем за битвами или за дипломатией. Ну, раз это обзор, давайте в двух словах ещё и объясню, вообще в чём заключается игра. Все стратегии от Paradox Interactive, пожалуй, кроме Stellaris, заключаются в том, что вас бросают в какой-то временной промежуток. Europa Universalis — это возрождение, начало возрождения и, по-моему, до нового времени. Виктория — это эпоха мировых войн, а Crusader Kings — это высокое средневековье, то бишь примерно с IX века до, собственно, конца XV, то есть начало возрождения. Вам дают реальные государства и некоторые выдуманные, потому что надо как-то заполнять карту. И вы можете выбрать либо уже подготовленные для вас сценарии, либо абсолютно любого вообще правителя на карте и играть за него. Причём, по-хорошему, никакой цели в игре нету. Вы просто отыгрываете правителя этого времени. И цели придумываете себе сами. Да, игра вам что-то подбрасывает. Например, вот в том видео, которое я показываю, такая глобальная цель — это объединить всю Африку. Но это не значит, что вы победите после этого. Это просто, знаете, такое чувство самоудовлетворения будет. Именно поэтому я и называю это всем сами для любителей истории. Цели нет, зато вы погружаетесь в феодальную средневековую среду. И симулировать феодализм у игры, по-моему, получается очень неплохо. Если вы вдруг не понимали, как феодализм работает, то сыграйте в Crusader Kings. Она вам на пальцах объяснит, что вы не можете руководить всеми территориями, а делегируете это право своим вассалам, которые приносят вам вассальную присягу и платят часть от своих доходов, а также поставляют часть своего ополчения, чтобы вы воевали. Но если вы будете часто воевать, например, и требовать от них ополчения на захватническую войну, то вассалам это будет начинать не нравиться. И они к вам начнут хуже относиться. Могут даже против вас заговор составить. Хотя вассалы это, знаете, такая полбеды. Скорее против вас заговор составит ваш родной брат, чтобы занять трон. При этом, кстати, совершенно не обязательно стремиться стать королем или императором. Также интересно играть и вассалам какого-либо правителя и постепенно развивать свою династию. Но так как упор здесь сделан именно на развитие династии, то многие другие вещи упрощены. Так, войны и битвы, по моему мнению, здесь намного проще, чем в той же Европе Универсалис. Тут нету такого понятия, как открытые границы. То есть по вашей территории шлендуются различные армии соседних и даже далеких графств, королевств, империй и герцогств. Вообще, в моем представлении, Crusader Kings 3 — это не стратегия развития империи, а стратегия развития правителей. То есть вы в первую очередь продумываете, как потомство вашего правителя в дальнейшем будет править графством, герцогством, империей, а не то, как ваши управленческие решения повлияют на развитие страны. Здесь важнее отношение с вассалами и родственниками, чем правильные постройки или большая армия. Хотя армия всегда нужна, конечно же. Crusader Kings 3 — генератор огромного количества забавных историй, которые будут с вами происходить во время партии. У меня на канале есть прохождение за Литву, я его явно еще продолжу дальше. А вот в этом прохождении, например, один из правителей моей династии создал империю, но так как у него было несколько сыновей, то после смерти первого императора старший сын унаследовал империю, и мне перешло по наследству игра за него. Но младший сын смог заручиться большим количеством поддержки вассалов, и моего персонажа свергли с императорского престола, выдали какое-то зачуханное королевство и позволили управлять им. Я даже и не претендовал на какую-то месть, просто потому что мой этот брат-новый император был бесплодным, и в итоге после его смерти императорская корона вернулась мне. И таких историй огромное множество. Ваши правители могут развиваться по пяти образам жизни. Дипломатия, военное дело, управление, интриги и ученость. Причем образ жизни закладывается в детстве, в зависимости от того, как вы обучали наследника, тем он и будет в жизни. И каждый вот этот образ поведения влияет на ваш стиль игры. Через интриги вы можете запугивать ваших вассалов, истязать их в темницах, хотя, это я неправильно говорю, лучше вассалов в темницах не истязать, потому что их семья начнет хуже к вам относиться, и могут и организовать покушение на вас. А вот истязать захваченных врагов, почему нет? Ученость, это, кстати, не только наука, но и вера. Вы можете стать пророком своей религии, и даже сделать вашу династию священной. Ну и так далее. В каждом образе жизни есть плюсы и минусы, и это позволяет делать прохождение разнообразным. Кстати, если вы когда-то пытались поиграть в Crusader Kings 2, и бросили это дело, и потому что вам было непонятно, что там происходит, то третья часть в этом плане сделала огромный шаг вперед, и интерфейс более понятен, и вообще для новичков вначале очень хорошо сделано обучение, где вам объясняют, какая где кладка для чего. То есть третья часть действительно намного-намного понятнее. И я даже берусь рекомендовать ее новичкам, даже тем, кто не играл, в принципе, в стратегии от Paradox Interactive, но любит вот это время средневековья. Потому что, еще раз повторю, здесь, в принципе-то, и невозможно проиграть. То есть даже если вы потеряли правление, и вашу династию свергли, и как бы игра на этом заканчивается, в общем-то, то это тоже интересный опыт, и это тоже интересно. Потому что в каждой игре, в каждой партии в Crusader Kings 3, вы цели себе ставите сами. Помню, тоже где-то читал, что один из игроков, например, поставил себе цель съесть Папу Римского. Он этого добился, но, правда, его персонаж получил отравление. Кто-то пытается Российскую империю создать раньше, чем она появилась изначально. Кто-то начинает правителем небольшого графства в составе Византийской империи и стремится к тому, чтобы свергнуть Византийского императора и так далее. Как всегда, в стратегиях от парадоксов это во многом ролевая игра, чем стратегия. Лучше даже назвать ролевой стратегией. А в Crusader Kings 3 еще и примешиваются симсы. То есть вы выращиваете династию в таком виде, как вам нравится. Тут даже по-хорошему нету правильных или неправильных действий. И, возможно, в этом есть определенный минус, потому что если брать Crusader Kings 3 как стратегию развития своей страны или империи, то есть много вопросов. Здесь механиками ограничена возможность для вас стать суперкрутым правителем. Например, внезапно ограничено количество вассалов 60. То есть когда вы император, то максимум вассалов, которые вы можете иметь, 60. Вы не можете объявлять войны, когда у вас собраны армии. Количество ваших личных доменов всегда ограничено. Да, я понимаю, конечно, что вы и не можете иметь все домены при феодальном строе. Но иногда это выглядит смешно, когда у императора огромной империи может быть только 5 доменов. В то время как в самой империи их под полтыщи. Но это все механики, знаете, это... Вот придираться к каким-то таким штукам в Crusader Kings 3, мне кажется, нету смысла. Главное правильно себя настроить на игру и понимать, что эта игра будет вам давать в процессе. Это не стратегия про захват мира. Это симсы для взрослых про средневековье. Да, есть все еще баги, несмотря на несколько месяцев и несколько патчей. Есть кое-где проблемы с переводом, но это не мешает играть, по моему мнению. Все еще есть проблемы с оптимизацией этого движка, по-моему, Клаузовиц называется, да? То есть используется всего одно ядро и так далее, но все равно это не особо отвлекает от игры. Поэтому Crusader Kings 3 я вам рекомендую. Напишите еще, пожалуйста, в комментариях, за какие страны вы в первую очередь сыграли, а также необычные истории из ваших прохождений. Мне еще вспоминается в прохождении за Литву. У нас там была королева Анелька, которой было обезображено лицо, проказа была, и нанятый врач ее лечил тем, что втирал конечности трупов ей в грудь. Ну, лечение не особо помогло, тогда врача мы казнили. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok